Патриотическое воспитание – одна из главных составляющих современного образования. Важно, чтобы подрастающее поколение знало, какой ценой была получена победа над фашистской Германией. И желательно эти знания получать не только из учебников истории, а услышать от тех, кто стал свидетелем тех страшных дней. В Дергаевской 23-й школе прошла конференция, приуроченная предстоящему празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Учебные заведения посетили представители Совета ветеранов. В 2020-й – это святой год. В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Проводятся классные часы, проводятся вечера встречи с ветеранами. И сегодня мы особенно рады, что в нашей школе мы встречаем тех людей, на чьи плечи легла вся тяжесть и легли ужасы войны. Песни, поэзия и танцевальные номера. На конференции вспоминали события Великой Отечественной войны через творчество. К счастью, школьникам незнакомы страдания той войны. Но у каждого в семье есть тот, кто это прошел. Оттого это и так близко. Представители Совета ветеранов посетили школьный музей неизвестного солдата, открывшийся в прошлом году. С руководителем поискового отряда и его воспитанниками ветераны ознакомились с экспозицией, которую собрали за многочисленные поисковые экспозиции. В 2020 году поисковый отряд «Облака» отметит 30-летие. Вы смотрите, какое чудо, это какой труд, это какое моральное напряжение. Поэтому дай Боже вам успехов оставаться такими же преданными людьми нашему Отечеству. Мы на вас очень надеемся. Спасибо. Я стою в поисковом отряде уже 4 года. Ну, изначально я был в турклубе «Робинзон», и каким-то мне одним прекрасным днем мне позвонил Михаил Иванович и сказал, «Сережа, мы приглашаем тебя на вахту памяти». Ну, я сначала удивился, но согласился и поехал. Вот уже так 4 года езжу. Война не кончена, пока земле не предан последний наш солдат в этой войне. Найди и поклонись, он нам не ведом, но мы живем из-за него вдвойне. Игорь Чернышев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».